Зайчики мои, всем огромный приветик! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я снимаю достаточно неожиданное видео, и вообще решила я его снять буквально вчера. Это максимально странно, но на меня нахлынуло огромное количество воспоминаний. Расскажу вам небольшую предысторию. Мой папа по работе очень часто ездит в Челябинск, а Челябинск это мой родной город. И там находятся все мои родственники, по которым я безумно скучаю. Я знаю, что большинство из них сейчас смотрит это видео, и я передаю им огромный приветик. Так вот, буквально позавчера моя бабушка, то есть мама моего папы, передала вот такую вот коробочку, которую я мастерила своими руками лет так в 11, в 12, точно не помню. Бабушка прибиралась в своем гардеробе и нашла это. И я не знаю, как так она запомнила, но, по-моему, когда я еще была маленькая, я попросила ее, когда мне будет лет 17, может быть, 16, передать эту коробку мне. Я не знаю, какая память у моей бабушки, как она вообще смогла это запомнить, но папа отправил мне фотографию этой коробки, и, судя по наклейкам, я действительно делала эту коробку, и мне интересно, что я в нее положила, что там вообще находится. И если память мне не изменяет, то там вообще находится письмо, которое я себе писала лет в 12. В общем, это все настолько интересно, но я про эту коробку забыла, ребятки, я вам клянусь, я реально про нее забыла, и вот моя бабушка собирается переезжать, разбирала практически все свои шмотки в квартире, и нашла вот эту коробку. Она вся обмотана скотчем, с какими-то странными наклейками, и сегодня мы вместе с вами посмотрим, что находится внутри нее, что же я туда положила, потому что эти наклейки я никогда не забуду. И сразу понятно, что эту коробку делала я, и это очень-очень круто. Я безумно удивлена сейчас, не представляете, в каком я восторге. Так что не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного, и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. А также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми, и не пропускать премьеры. Я вам серьезно говорю, ребят, вот я прям мельком рос в своей памяти, припоминаю, что я что-то все-таки делала, и что-то складывала в эту коробку, и мне безумно интересны, поэтому оставайтесь со мной. В этом ролике я спрятала для вас два эмоджи, и если вы будете смотреть это видео внимательно, то вы их найдете, и ваша цель отправить мне их в директ в инстаграме, и ник вы сейчас видите на своих экранах. Обязательно подписывайтесь и кидайте мне эмоджи, которые вы найдете, посмотрев это видео. Ну а теперь мы точно можем начинать, мне уже не черпится, не черпится, не терпится, открыть эту прекрасную коробку, и посмотрим, что же я туда сложила в 11, в 12 лет. Поехали! Я подготовила ножницы, вот так вот они выглядят, и эта коробка почему-то обмотана скотчем. Наверное, я это сделала специально, чтобы эта коробка не открылась за такое долгое время, и получается она лежала, ну, лет 5, если мне бабушка сказала, что я ее делала лет в 11, в 12. Просто сделаем вот так и откроем коробку. Итак, сейчас я хочу, чтобы вы увидели это все первыми, пожалуйста. Та-да-да-да-да-дам! Пожалуйста! Та-дам! Ребятки, я не вижу, что лежит в этой коробке. Пожалуйста, скажите мне. Мне безумно интересно. Мне реально очень интересно. Так-так-так. Итак, смотрим. Офигеть! Ребята, офигеть! Вы знаете, что это? Это мой дневник! Это мой школьный дневник! Офигеть! Смотрите, сколько тут всего! Подделки из резинок, рисунки, какая-то куколка. Охренеть! Блин! Письмо. Ребятки, блин! Я просто в шоке! Так, давайте, чтобы я сейчас максимально смогла сдерживать свои эмоции, будем по очереди смотреть, что находится в этой коробке. Итак, первое, что я хочу вам показать, вот этот прекраснейший дневничок, который я в жизни никогда не забуду, у которого страниц осталось, ну, штук 15, и он, по-моему, за пятый класс. Да, за пятый класс. Мой школьный дневник. Естественно, я тогда училась не очень хорошо, все листы оттуда вырваны, и поэтому дневничок у меня такой вот худенький, да, как вы видите. Господи, боже мой, я просто в шоке, ребята! Вы представляете, это лежало 5 лет у моей бабушки в квартире, и она мне ни слова не говорила про эту коробку. Может быть, она сама ее не видела, но я сейчас просто в шоке. Итак, смотрим, смотрим. Ну, первой странице я училась хорошо, как вы видите, да? Можете посмотреть на мой почерк, на мои оценки, пятерочки, четверочки, то есть все такое, да, более-менее нормальное. Оценки свои в четверти я показывать не хочу, потому что я помню, как я училась в пятом классе. Ага, ну вот тут вы можете посмотреть, да, замечания. Требуется одна обычная тетрадь, нет росписи родителей. Карина кричала на весь класс, разобрать, господи, я просто в шоке. А, ну вот тут началась сущность бытия, как я вам скажу, да? Какие там предметы? Английский язык 2, да, чтобы вы понимали мои знания по английскому языку в пятом классе. Капец, 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 вся домашняя работа, все оценки. Я действительно думала, что этот дневник я потеряла. Вся домашняя работа, вот тут можете посмотреть, да, литература, две двоечки прекрасные. Господи, как же я ненавидела школу, я вам серьезно говорю. Четверки, четверки, пятерки. Я помню даже, когда я целую неделю хотела получать крутые оценки. Вы только посмотрите на этот фейл. Все практически крутые оценки, кроме одной гребаной двойки. И в конце замечание, что нету домашнего задания, а двойка по литературе. Господи, как я ненавидела вот эти всякие дни. В общем, дневник, ребятки, если вы хотите, чтобы я его полностью пролистала, и чтобы не тянуть это видео, я все выложу в свой инстаграм. Ник моего инстаграма вы видите сейчас на своих экранах. Обязательно подписывайтесь. Я, ребятки, просто сейчас в таком шоке. Окей. Дальше интереснее. Давайте же все-таки посмотрим и прочитаем письмо, которое, как написано, я писала себе, хрен знает когда, но тут написано открыть в 2019-2020 году. Господи, бабушка, огромное тебе спасибо, что ты передала через моего папу эту коробку. Я просто в шоке. Это письмо я писала себе в 2014 году. Открываем. Ну так, ребятки, многоватенько я себе написала, но я действительно только мельком помню, чтобы я что-то такое писала. Ну, блин, это понимаете, это же конкретное послание в будущее. Мне в будущее. Окей. Давайте начнем. Привет, 16-летняя Карина. Привет, это просто... Фу, у меня такие эмоции сейчас, вы просто не представляете. Это письмо пишу я, только мне сейчас 11 лет. 11 лет. Как моей родной сестре Полине сейчас. Вы не представляете, сколько времени прошло, ребят. Мне скоро 17 лет. Почти 6 лет прошло, как эта коробка лежала у бабушки. Скоро 12. Ага. Надеюсь, это письмо не затерялось, и ты его прочитаешь. Не раньше 16 лет. Надеюсь, все в твоей жизни очень поменялось. Ты переехала в Сочи, и у меня, точнее, у тебя много друзей. Ага. Я помню, ребятки, да я вам еще не один раз говорила, что мы хотели все-таки переехать всей семьей в Сочи, но получилось так, что мы переехали в Москву, и в 11 лет я, как я поняла по этому письму, знала только о том, что мы собираемся в Сочи. Да, действительно, все поменялось, и такое ощущение, что это письмо мне сейчас пишет действительно другой человек, а не я сама себе в 11 лет, потому что я действительно практически всего этого не помню. Друзей у меня много, но не всем я доверяю, как доверяла в 11 лет, когда писала это письмо. Итак, написала раздельно, кстати, офигенно. Надеюсь, ты все еще занимаешься своим любимым каналом. Сейчас у меня 567 подписчиков, но я очень хочу, чтобы к твоим 16 годам на твоем канале было 100 тысяч подписчиков. Ребятки, я просто в шоке. У меня сейчас 567 подписчиков, вот я дура, не написала дату. Стоп, я реально не написала дату, когда я писала это письмо. Блин, вот как можно было так тупо нуть? Надеюсь, к твоим 16 годам у тебя будет 100 тысяч подписчиков. 2 миллиона 270 тысяч подписчиков. Кариночка, 11-летняя, ты немножечко ошиблась. Господи, я ведь тогда только-только начала снимать видео, 567 подписчиков. У меня даже тысячи подписчиков не было, и для меня 100 тысяч было неимоверно много. Прямо чересчур много. Вот она, кстати, долгожданная моя первая кнопочка за 100 тысяч подписчиков, и она находится рядом со мной. Господи, какая же это ностальгия, ребятки. Читаем дальше. Достигай своих целей, несмотря ни на что. А еще я надеюсь, что ты забыла про плохие моменты в своей жизни, и у тебя все хорошо. Потому что, да, в 11 лет у меня действительно были какие-то переломные моменты, там всякая первая любовь, херня всякая. И действительно, у меня тогда было много всякой фигни, и, наверное, вот эта вот 11-летняя Карина, то есть я 5 лет назад, уже знала, да, что у меня в жизни будет самый настоящий трэш. И поэтому заранее написала, что вот так. Я надеюсь, ты забыла про все проблемы. Окей, читаем дальше. Еще я уверена, что ты больше не зависишь от мнения окружающих, потому что за это время жизнь должна была преподнести тебе много уроков. Надеюсь, ты не поссорилась с Ариной. Хотела прочитать с Андреем, и охерела, реально. И ты все еще с ней дружишь. Итак, да, многим зрителям, точнее, на своем канале не один раз я говорила, что моя лучшая подруга это Арина. И да, мы с ней по сей день общаемся, ребята. Как охеренно читать вот такое письмо. У меня даже улыбка не спадает с лица. Так, так, так. Ты все еще с ней дружишь? Да. И Арина, я тебе передаю огромный привет. Она смотрит мои видео, да. Это трэш. Это просто трэш. Для меня она сейчас самый близкий человек. Это я писала в 11 лет. Да, она по сей день для меня самый близкий человек. А еще я надеюсь, что ты стала более самостоятельной и в твоей комнате порядок, а не как сейчас. Вся комната в дерьме. Господи, ребят, я серьезно это писала? Да, в 11 лет у меня в комнате был самый настоящий срач. Я носки на пол кидала, все на пол, мусорка на полу, вся одежда на полу, все подушки на полу, все рисунки на полу. И, блин, действительно, да, в моей комнате за 5 лет стало чище, я стала более такой порядочной, чистоплотной. надеюсь, что с твоей собакой Милой все хорошо и она подросла. Сейчас она спит рядом со мной и ей всего годик. Мила, иди сюда, награда! Мила, 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 мила! Вот она, ребятки, моя любимая собачка Мила, и мне ее подарили, когда мне исполнилось 10 лет, мой самый первый юбилей, и я ее постоянно заманиваю наградой. Ее самая любимая вкусняшка, которую она любит кушать, беги, Милка, а то она спала и я ее потревожила. Итак, письмецо, продолжаем читать дальше. Ах, да, ты же закончила 9 класс, надеюсь, по твоим оценкам тоже все хорошо, и ты сдала ОГЭ. Да, я сдала ОГЭ, я закончила 9 класс, на четверки, пятерки, так что все окей, я нормально сдала экзамены. По сравнению с 5 классом, если сравнивать учебу в 9 классе, да, и учебу в 5 классе, дневник которого я вам показывала вот практически только что, я сдала все нормально, да, я не была такой тупой, как в 5 классе, извиняюсь. Смотрим дальше. Еще надеюсь, с Полиной все хорошо, и она уже в 5 классе. Да, Полина в 5 классе, и да, с ней все хорошо. Не обращай внимания на хейтеров. Потому что, когда я начинала снимать видео, вот в свои 567 подписчиков, у меня реально было очень много хейта. Все говорили, уйди с Ютуба, у тебя ничего не получится, ты вообще нахера снимаешь все эти видео, ты реально, типа, бездарный, и так далее. Поэтому я заранее себе написала, не обращая внимания на хейтеров. Окей, не оглядывайся назад, ведь в твоей жизни, я уверена, в твоей жизни все кардинально поменялось. А еще я хочу верить в то, что ты не жирная, и весишь меньше 70 килограмм, и не стала коровой, бля. Ребят, что со мной было не так? Я не боялась себе же нахамить, себе же, да, писав в 11 лет, мне на 16 якобы летия, да, то есть мне сейчас 16 лет, и я себе писала, типа, ну, надеюсь, ты не будешь жирной коровой, надеюсь, сейчас в жизни все нормально, не обращай внимания на хейтеров, нет, письмо нормальное, но это такая ностальгия, я действительно, как будто не помню, чтобы я всего этого писала, но, естественно, из головы вылетело, опять лет эта коробка лежала у бабушки, я о ней не помнила. Окей, желаю тебе удачи и здоровья. Офигенное завершение письма, можете обратную сторону тоже заскриншотить, нормальный такой у меня подчерк был. Окей, с письмом, из прошлого мы закончили, но я сейчас нахожусь в нереальном шоке, и я не верю в то, что действительно я писала себе это письмо, я сейчас реально в шоке. Окей, давайте посмотрим, что лежало дальше в этой коробке, потому что мне безумно интересно. Открываем коробку, и первое, что я вижу, судя по вот этой вот прекрасной девушке и ее обратной стороне, как бы платье, да, это глина. И я вспоминаю, что в начальной школе с первого по четвертый класс мы ходили всем классом в центр детского творчества после всех уроков, где каждый мог выбрать себе какой-то кружок. Но я выбрала конкретно вот такое вот увлечение якобы лепить из глины, и я сделала вот такую вот девочку. Раньше у меня было супер много поделок, их прям было чересчур много, но тогда у меня не были, да, такие длинные ногти, я могла хоть что-то слепить. Сейчас, к сожалению, у меня не получается это сделать. Прекраснейшая куколка, и мне она безумно нравится. Итак, посмотрим, что находится дальше. Я просто в шоке, ребята. Я в таком впечатлении сейчас вы просто не представляете. Так, срач в коробке, вообще произошел из-за вот этих двух шишек. Я так понимаю по запаху, просто эти две шишки я собирала где-то в лесу, так как мы жили в центре Челябинска, и рядом с нашими домами находился большой такой вот лес, по которому можно было гулять, кататься на лыжах, там даже был каток. И я, так понимаю, просто собрала какие-то две шишки, не помню когда, потому что у меня это просто вылетело из головы. Но вот такие вот две шишечки я собрала и решила положить в эту коробку. Я раньше делала всякие браслетики, которые плела из вот этих всяких ниточек. Как же они назывались? Фенечки. Все, вспомнила фенечки. Я обожала плести всякие фенечки с рисунками, с какими-то узорами, надписями. Я помню, как это было популярно и, по-моему, в лагере с девочкой, с которой произошла одна мистическая история. Я вам ее рассказывала тоже у себя на канале. Она мне подарила вот эти вот две якобы комочка ниток. Один из них оранжевого цвета и даже огненного, вот такого вот красивенького, а другой темно-синего, который просто начал расплетаться. Это очень круто. Самая настоящая память. Тоже отложу, посмотрим, что находится дальше. Вот такой вот станок. И если я не ошибаюсь, то он, по-моему, из плетения для резинок. Я покупала на сайте, я делала заказ, по-моему, Rainbow Loom, как-то они назывались. И я обожала по станку, он был тройной, плести всякие подделки из резиночек. Кстати, поговорим о резиночках. Я еще, помимо этого станка, в эту коробку, как я поняла, положила вот такую вот коробочку, в которой внутри находятся как раз-таки те самые резинки, с помощью которых я делала огромное количество всяких подделок. Естественно, я все это делала по видеоурокам. Вот такая вот принцесска. Дальше идет вишня. Вот так вот она круто выглядит с улыбочками. Вы представляете, как долго я старалась, все это плела, это просто трэш. И вот такая вот девочка. Я ее плела на пляже, на пляже в Турции, если не ошибаюсь, когда мы купили китайские резиночки. Я очень часто что-то переплетала. Видите, даже цвет кожи у руки девочки немножечко другой, да, как будто бы она вся в пятнышках. Самая настоящая ностальгия, вот такие вот три подделки лежали в этой коробке. Я уже думала, я их вообще навсегда потеряла. Я просто в шоке, ребята. Это самый настоящий трэш. Дальше, что я вижу... Я сейчас заплачу, серьезно! Это батарейка под названием старт. И знаете, для меня это не просто батарейка. Где-то, когда мне было лет 10, мы с папой очень часто любили доставать батарейки, складывать их в коробку и как бы коллекционировать, да, те батарейки, которые не работают, а потом их либо куда-то сдавать, потому что выкидывать их, как я понимаю, в обычный мусоропровод нельзя было и нельзя сейчас. Но тогда произошла то ли какая-то ссора, то ли какой-то смешной момент, и папа просто кинул в меня эту батарейку, и я такая читаю старт. Я, по-моему, что-то такое смешное сказала, над чем мы очень долго угорали, и я решила эту батарейку оставить себе, и для меня это действительно память, ребят. К сожалению, я не помню все так, чтобы вам рассказать в подробностях, но я действительно припоминаю, что с этой батарейкой у меня тоже очень много всего связано. Господи, какая же это ностальгия. Дальше, что я вижу? Ой, это новогодний подарок от моей мамы. Один из новогодних подарков, по-моему, на 2014 или на 2015 год, мама мне подарила вот такую вот игрушку, когда я не могла уснуть, она сказала, что пускай этот снеговик храняет тебя этой ночью, и ты ничего не боишься. И я действительно так полюбила этого снеговика, потому что мама так подошла ко мне, это искренне сказала, говорит, Карин, ничего не бойся, вот пообнимай этого снеговика, представь, что я рядом с тобой, не волнуйся, попробуй поспать одна, потому что я лет в 11, в 10, очень часто не могла уснуть, у меня были проблемы со сном, и мама пришла вот так вот, меня поддержала вот этой игрушкой, это очень мило, она такая старенькая, уже помотанная, надо будет ее маме показать, потому что я сейчас просто расплачусь, у меня слов нет. Господи, вы только посмотрите на эту прелесть, капец. Так, смотрим, что же там лежало дальше. Ага, я так понимаю, это мои рисунки, да, но они явно не были нарисованы в 10 лет. Первое, что я вижу, это вот такой вот кит, но я так херово не рисовала, наверное, это прям супер-мега старые рисунки, у меня еще в скафу даже несколько таких лежит, поэтому кит, но может и рисовала в этом возрасте, не помню, я его рисовала, как я поняла, с помощью гуаши. Я очень любила складывать листочки пополам и пользоваться пастелью, что-то вырезать, например, первую половинку, согнув листочек, я рисовала, а потом вырезала, разворачивала, и получалась вот такая вот прелесть. Примерно вот так. Посмотрите, какую наркоманскую бабочку я делала, и я действительно ее прям помню, поэтому не стала разглядывать. Я считала, что это супер-крутая бабочка, что это прям вот максимально охеренская бабочка, вот, поэтому я просто в шоке, посмотрите на нее. И дальше, что я вам покажу, так, что это такое? Офигеть! Это мой рисунок, да, я думаю, многие зрители знают, что я не умею рисовать, что я не люблю этим увлекаться, и вот эту вот прекрасную балерину я нарисовала как раз-таки в этом возрасте, 10-11 лет, и подарила ее своей маме. Я так понимаю, либо оставила у бабушки, либо у бабушки рисовала, либо она так и не дошла до мамы, эта прекрасная балерина. Но рисунок сохранился, и, блин, я так старалась, это, я так понимаю, какая-то пастель, или такие карандаши восковые, что ли. Посмотрите на эту принцессу, я просто в шоке. А, как видите, это такая ностальгия! Вот такая вот ручка, это, по-моему, ручка моей сестры, я просто ее положила, либо ей и писала, ой, либо ей и писала вот это прекрасное письмо, которое вы с вами читали, если она синяя, то, да, наверное, я этой ручкой писала, и просто положила ее в коробку. Очень прикольная ручка, блин, такая ностальгия. Также тут два запечатанных пакетика с бисером, я бисером не увлекалась, не знаю, зачем я положила, может быть, у бабушки украла, потому что она что-то любила делать из бисера, а я у бабушки, если память мне не изменяет, писала и делала вообще всю эту коробочку. Дальше вот такие вот грифели для карандашей, как я поняла, я любила такие, как они, электрические карандаши использовать в школе, поэтому, наверное, тоже их просто так на память решила подарить, думая, что через пять лет такие уже продавать не будут, но их продают! Вот такая вот прелесть, надо будет сохранить, все эти вещи для меня очень много значат. Моя резинка, я бы была очень рада, если бы на ней остались мои волосы, как бы это странно не звучало, вот такая синяя резиночка, тоже очень крутая, блин, я так рада, вот такой вот ластик, в виде черепашки, она желтенького цвета, блин, очень прикольно, все такой старой херней воняет, знаете, ничем новым, ну, что я хотела, ну и последнее, что я вам покажу, я раньше очень любила и обожала всякие подделки из полимерной глины, я очень часто покупала всю эту полимерную глину, что-то из нее лепила, всякую херню, какие-то подвесочки, запекала в духовке, и получались твердые всякие вот такие вот штучки, вот, например, моя подделка яичница, и я прям прекрасно помню, как я ее делала, вот такая вот улиточка, да, из полимерной глины, дальше, какие-то цветочки, я складывала в формочку, специальную глину, ее запекала, тортик, который я мастерила своими руками, господи, ребятки, там просто трэш, какая-то капуля, тоже похожая на улитку, тортик, если не ошибаюсь, короче, блин, все это настолько прикольно, и все, содержимое в этой коробке закончилось, и на самом деле, что я хочу сказать, я нахожусь под огромным впечатлением, я серьезно в огромном шоке, что все-таки эта коробка сохранилась, если бы мне бы ее сейчас не принесли, то я бы сроду не вспомнила вообще о том, что я делала эту коробку, что я что-то там писала, это самый настоящий трэш, поэтому, блин, в общем, для меня эти вещи действительно очень много значат, и если у вас будет время, действительно, не поленитесь, сделайте что-то такое памятное, и напишите себе письмо в будущее, я думаю, что следующий ролик, или какой-нибудь из следующих роликов, будет как раз-таки на эту тему, потому что я хочу написать себе еще одно письмо в будущее, меня прям вот эти все вещи очень вдохновили, и на самом деле я очень ленивый человек, не люблю всякие эти ежедневники, всякие вот такие штучки, дрючки, но блин, я на самом деле под огромным впечатлением, увидев свой дневник, письмо, свои рисунки, ластики, все, чем я занималась, и для меня это действительно, вот прям что-то такое трепетное, необычное, хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр этого видео, напоминаю вам про то, что я спрятала два эмоджи, я сейчас буду записывать истории к себе в инстаграм, если вы не подписаны, то обязательно подписывайтесь, ник вы сейчас видите на своих экранах, и разбирать все эти вещи, разглядывать в подробностях, потому что мне очень интересно, с вами была Карина, большое спасибо за просмотр, и очень рада, что все это остается у меня на канале, всех вас люблю, до скорых встреч, пока-пока, зайчики. Субтитры сделал DimaTorzok